В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В России отметили День знаний, каким он был в образовательных учреждениях Рязанского региона. Сбор меда в самом разгаре, пасечники подсчитывают урожаи. Обновленные, восстановленные в Рязани после ремонта открыли путепровод на Есенина. И плавающие фонтаны – биоплатон, каким будет Рюменский пруд через два года. Ранним утром 30 августа на путепроводе на улице Есенина вновь открылось транспортное сообщение после проведенного ремонта. Символический старт движению по мосту дал глава администрации Рязани Олег Булеков. Перерезанная красная лента в половину шестого утра открыла рабочие движения по путепроводу. Подрядчику компании «Ирма Стэм» удалось досрочно завершить первый этап работ. Полностью объект будет введен в строй уже в ноябре, когда подрядчик проведет реконструкцию в нижней части путепровода, ремонт и усиление опор и пролетных строений. Мы постарались с подрядчиками сделать все для того, чтобы он стал безопасным. Здесь работал, наверное, один из добросовестных подрядчиков. Мало было нареканий. Видите, как они обещали, до первого числа мы открыли рабочие движения. Он стал безопаснее. Видите, здесь появились тротуары. Правда, сейчас пока по одной стороне, потому что по второй стороне еще проходит коммуникация, которая будет меняться до ноября месяца. Но он стал чуть шире. Он стал более удобным для пешеходов. Появились пешеходные зоны, современные конструкции. И я думаю, что лет 20 мы к этому мосту уже обращать внимания не будем. Сейчас путепровод приведен в нормативное состояние. Полностью восстановлена его проектная несущая способность. Сохранены габариты проезжей части для транспорта. При этом расширены пешеходные дорожки. Установлены современные бордюрные и перильные ограждения. Предусмотрены меры безопасности в случае падения. Выполнена работа по укладке монолитных плит, устройству, дорожного покрытия. Нанесена дорожная разметка. Стоимость работ составила 95 миллионов рублей. Средства выделялись из областного и городского бюджетов. Конечно, еще работы предстоят немало под мостом. И осложнено это тем, что промежуток, интервал, когда можно работать, достаточно небольшой. Всего по 3-4 часа в день железная дорога дает нам этот интервал. Для того, чтобы привести в порядок пролеты и некоторые конструкции, которые нужно еще усилить. Автовладельцам стоит обратить внимание на новую схему проезда по путепроводу. В частности, изменено движение транспорта по полосам на пересечении улицы Есенина и Спортивная. Правый поворот с путепровода на улицу Спортивную будет осуществляться с двух полос. Левой – с одной полосы. Встречное движение организовано по одной полосе. На улице Спортивная при движении со стороны Галенчинского шоссе с правой полосы разрешено направление только прямо, а с левой – налево. Со стороны улицы Халтурина схема движения транспорта не меняется. В новом учебном году за школьные парты в областном центре сядут около 50 тысяч юных рязанцев. Из них многие пришли в школы впервые. Свои двери распахнули десятки тысяч учебных заведений по всей стране не только для школьников, но и для студентов. Торжественная линейка в школе номер 43 началась с гимна Российской Федерации. Флаг страны подняли одни из лучших учителей и учеников школы. Праздник 43-й школы. В школе посетили и почетные гости. Глава администрации Рязани Олег Булеков приехал сюда, чтобы поздравить учеников и их родителей с праздником. Дорогие друзья, вы знаете, администрация города и Рязанская городская дума будут делать все для того, чтобы вам комфортно и безопасно учиться в наших школах. Чтобы вы смогли не только получать знания, но и творчески развиваться. Потому что мы абсолютно уверены, что самые лучшие инвестиции в будущее – это инвестиции в вас, в наших детей. Мир всем, добра, благополучия. В добрый путь. С праздником. В этот день первоклассники закружились в танцы со своими первыми учителями. Так что их знакомство началось очень ярко и весело. Самый лучший город детства приглашает сквозь вас. Наша Амбе, Бэй, Ведейка. Две не распахнет себя. Первое сентября – это красивые букеты, нарядные ученики и трогательные первоклашки с большими бантами. Однако в школе номер 33 все немного иначе. На многих девчонках и мальчишках военная форма вместо праздничных костюмов. А на головах первоклашек – зеленые береты. В 2013 году, когда кадетское движение в этой школе только зарождалось, в этом строю стояло всего лишь 35 кадетов. Сегодня их 135. Это не считая учеников прокадетского первого класса. Кадетство предназначено, как уже говорит и президент, для того, чтобы из юных школьников детей создавались достойные граждане нашей страны. Этим занимается наше кадетское движение. Ребята взрослеют, ребята умнеют, сплачиваются в коллективе и становятся достойными гражданами нашей страны, в будущем достойными защитниками страны. Кадетский класс в 33-й школе был организован три года назад при участии Управления ФСБ России Паризанской области и Голицынского пограничного института Федеральной службы безопасности России. Сегодня именно этими ведомствами утверждаются специальные образовательные программы для кадетов, а выпускники этих классов готовятся продолжить службу в высших военных учебных заведениях. Я по окончании 11-го класса планировал поступить в Голицынский пограничный институт. Многие из этих ребят стремятся продолжить дело своих отцов и дедов. А некоторые, как например Али, хотят стать первыми военными в своей семье. При этом их не пугают сложности, которых, конечно же, в обучении будет немало. Сложнее всего то, что мы после уроков встаемся и маршируем. У нас дополнительные уроки, военная подготовка, военная топография, рукопашный бой. В вузах города начало учебного года отметили не менее трогательно и красиво. В Академии в СИН России 1 сентября состоялось торжественное мероприятие. Курсанты с 1 по 5 курс в синей форме заполнили собой весь плац. Последние, в свою очередь, в этот день получили свои первые официальные звания – младший лейтенант внутренней службы. Поздравляю тебя! Создравляю тебя! Создравляю тебя! Начальник Академии в СИН России генерал-майор внутренней службы Александр Крымов поздравил курсантов первых курсов со вступлением в офицерское братство, отметив, что это событие стоит в одном ряду с таким ритуалом, как принятие присяги, и запоминается на всю жизнь. Помните, вам дана уникальная возможность. Обучаствовать ярких и далахных преподавателей, ведущие в УЗИ Федеральной службы исполнения казах. Используйте этот шанс, стремитесь к новым знаниям и открытиям. В праздничный день в Академии собрались и почетные гости различных структур региона. Они также приняли участие во вручении погон и служебных удостоверений старшекурсникам. Всего 257 новоиспеченных офицеров. По сложившейся в Академии традиции прозвучал первый звонок, как символ начала учебного года. Ну и, конечно же, завершилась церемония торжественным маршем курсантов выпускных курсов и личного состава Академии в сопровождении оркестра ВУЗа. Школьники вновь возвращаются в ритм уроков и домашних заданий. Первоклашки радостно торопятся на первые в жизни уроки, ученики постарше и поопытнее. Не без грусти вспоминают прошедшие каникулы. В общем, все традиционно для первых дней сентября. Лучше всего себя чувствуют взрослые, у которых осень ассоциируется разве что лишь с похолоданием. Вот у них мы и решили спросить, что они помнят из школьной программы. В школе хорошо учились? Относительно. Помните, например, таблицу умножения? Ну, помню. Сколько больше есть на 8? 48. Круто. А можешь сказать по-английски Лондон, столица Великобритании? Я заканчивал историю английского факультета. Можете что-нибудь посложнее спросить. Ну, скажи, что-нибудь по-английски, да, посложнее. О, это вспоминать надо. Ну и школьную программу? Ну, давайте. Лондон из капитала в Грейб-Бритон. Хорошо. Мой номер Павел. Отлично. А теорию Пифагору, например? Пифагору штаны во все стороны равны? Вы в школу ходите? Конечно. Первый год. А вы сами хорошо в школе учились? Не очень. А в школьную программу что-нибудь помните? Только первый класс тоже. Ну, например, таблица умножения. Конечно, помню. 6,6, 36. Отлично. 7,9. Ой, сколько там? 63. Скажи, пожалуйста, где-нибудь учишься сейчас? Да. Где? В АПУ. А в школе хорошо учился? Более-менее. Школьную программу помнишь? Сейчас будет нормально, но... Столица Великобритании. Лондон. А теорию Пифагора, например? Можешь вспомнить? Квадрат гипотенузы, что-то там... Сумма квадратов катетов, нет? Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Здорово. А, например, что-нибудь из химии? Нет, это вообще нет. Это прям не мое. А как скажите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в школе хорошо учились? Старался. А что-нибудь из школьной программы сможете вот так легко вспомнить? Что-нибудь это что? Ну, например, как-то литературное. Таблица Менделеева, да. Таблицу Менделеева не вспомню. Какое-нибудь литературное произведение наизусть учили. Мацири. Давайте что-нибудь процитируйте. Не могу. А там, я вам пишу, чего же более. Тоже нет? Помню, конечно, Онягин это. Ага. Хорошо. А, например, Терри Мфагора. Это где все стороны равны? Хорошо, окей. Скажите, пожалуйста, вы в школе хорошо учились? Да. А школьную программу вспомните? Нет. Ну, например, таблицу умножения. 6 и 8. Ну, конечно, 48. Лондон из-за Кэпиталов. Как? Никак. Не помните? Нет. А какой любимый предмет в школе был? Математика. А, например, какое-нибудь литературное произведение сможете вспомнить, процитировать? Наизусть учили что-то? Ну, учила, конечно, так сразу не вспомню. Я вам пишу, чего же более. Ну, вот только это. А дальше как? Две строчки. Что я еще могу сказать? Скажите, пожалуйста, вы в школе хорошо учились? Да. А какой любимый предмет у вас был? У меня? Даже сейчас я не вспомню. Все нравились. А из школьной программы что-нибудь вспомнить можете вот так прям легко? Стихотворение, что ли? Давайте стихотворение. Этого. Мацири Лермонтова, да? Давайте. Хватит уже вам. А, например, я не знаю, теориум фагор, сможете вспомнить? Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катета? Или как? В треугольном треугольнике? Ну да, пусть так будет. Ага. А, например, что-нибудь из области русского языка? Какое-нибудь правило, которое больше всего в жизни пригождается? Правила? Запятые правильно ставить. И точки. Да, через И. Да, и что там еще? Ну, сейчас можно вспоминать, но сразу не вспомнишь. Так вы что знаете? Ну, вообще школьная программа пригождается в жизни? Однозначно. Ну, как же образование? Всегда надо учиться. В ближайшее время будет приведен в порядок один из центральных объектов города Рязани – Рюминский пруд. Последний раз его благоустраивали 40 лет назад. Теперь при поддержке правительства Рязанской области начнутся работы, которые продолжатся на протяжении двух лет. Так как нынешнее состояние требует комплексного подхода. На Рюминском пруду побывала Анна Герцовская. Она подробнее расскажет, как будет реанимироваться водный объект. Рюминский пруд имеет значительное ландшафтное, архитектурное и рекреационное значение для города. Поскольку территориально он прилегает к Центральному парку культуры и отдыха. По этой причине его состояние может характеризовать общее экологическое состояние города. Последние работы по очистке водного объекта проводились еще при строительстве стадиона ЦСКА в 70-е годы. Поэтому в 2014 году губернаторам было принято решение о том, что данному водному объекту нужно уделить значительное внимание. Здесь будет комплекс мер по экологической реабилитации водного пруда и капитальному ремонту гидротехнического сооружения, которым этот пруд образован. Сам пруд образован плотиной на реке Лыбить. То есть мы с вами в общем-то стоим на реке Лыбить. Можно сказать так. Рюминский пруд это чисто исторически сложившееся название. Проектная документация была разработана также в 2014 году Саратовским институтом. Уже тогда после обследования территории объекта было принято несколько значимых мероприятий по восстановлению логического состояния реки. Среди них расчистка донных отложений, береговой полосы от древесно-кустарниковой растительности и строительство фильтрующих сооружений на водопритоках. Их три. Это сама река Лыбить, каскад прудов, находящихся в районе Галенщинской улицы. И третий водоприток – это балка, которая находится на территории ЦПКО. Там строятся небольшие фильтрующие сооружения для того, чтобы поступающая в пруд вода стала чище. Само изъятие донных отложений имеет щадящий характер. То есть это производится гидронамывом. Здесь будет определенного рода механизм работать. И этот намыв будет идти не на открытую площадку, потому что, опять же, центр города, донные отложения, они имеют, как правило, не очень приятную влажную консистенцию, грязные, не очень хорошо пахнут. То есть намыв идет в геотубы. Это специальные мешки, в которых и будут увозиться с этого объекта неприглядные и даже вредные донные отложения. По мнению представителей Минприроды, это технологически очень верное решение для центральной части города. Это позволит сохранить прилегающую к пруду территорию в достойном виде. Помимо этого, планируется укрепление береговой полосы биоматами – современными технологическими материалами, которые позволяют высадить травянистую растительность и закрепить откос для того, чтобы не было вторичного смыва загрязняющих веществ в пруд. Пройдет свою модернизацию и гидротехническое сооружение, которое образует Рюминский пруд. Сейчас, если говорить простыми словами, трубы засорены. Гидроузел на реке Лыбедь, образующий пруд, находится прямо на этом месте – перед стадионом ЦСКА. Его ремонтом займется администрация города. После этого появится возможность проведения мероприятий, необходимых для предотвращения заеления Рюминского пруда. В Рязани спасают каштановые деревья. Специалисты дирекции благоустройства города обработали деревья, пораженных минирующей молью. Эта насекомая не только портит декоративный вид листьев каштана, но и может стать причиной гибели деревьев. Для рязанских каштанов осень началась гораздо раньше. Впервые городские деревья покрылись будто ржавчиной. Причина тому – опасная насекомая, минирующая моль, которая будто атакует дерево. Из-за гусениц дерево не только теряет свой благородный внешний вид, но и питательные вещества. А зимой это может и вовсе привести к вымерзанию. Крошечное насекомое размером с соринку прокладывает ходы и выедает в листьях внутренний слой хлорофила, откладывая яйца. Первыми тревогу забили жители областного центра. СМИ среагировали мгновенно. В интернете и по телевидению прошло большое количество статей и сюжетов на эту тему. И уже сегодня на улицах города сотрудники управления благоустройства начали первые обработки деревьев. Сложность заключается в том, что это нужно будет делать обязательно с вышки, потому что необходим полный захват кроны снизу, на расстоянии вытянутой руки. Это не будет иметь никакого действия. Ну, то есть будет, но опять же мы захватим только часть кроны. Поэтому будем делать это все с вышки и постараемся захватить крону в полном объеме. Особенность такого спасения каштанов заключается в том, что из-за высокой кроны дерево приходится опрыскивать сверху, что занимает немало времени. Так за полдня удалось обработать всего около 30 деревьев на Первомайском проспекте. После обеда принялись за опрыскивание прожавевших крон на улице Радищева. Эффект мы ждем, конечно, не сразу. Эффект только мы получим на следующий с вами год. Здесь мы просто немножко сейчас предотвратим, чтобы не произошла гибель дерева. А это аллея каштанов на улице Новоселов. Сюда добраться только в планах. Здесь, в отличие от деревьев в центре города, видно, как деревья сбросили пожелтевшие сморщенные листья. Именно они представляют не меньшую опасность. Для полного выздоровления всю листву необходимо также собирать, обрабатывать и уничтожать. Не сделав этого, личинки насекомых просто перезимуют в листьях и весной продолжат уничтожать деревья. Как известно, каштаны могут жить более трех сотен лет. И чтобы еще не одно поколение рязанцев могло радоваться цветущим свечкам весной и собирать блестящие ядра осенью, сегодня необходимо помочь им выжить. Сбор меда в самом разгаре. Пасечники региона подсчитывают урожай, который в этом году превзошел все ожидания. Один день с пчеловодом на пасеке помог выяснить, как делают мед и как отличить настоящий продукт от подделки. Медовые реки для пчеловода Николая Фионова не сказка, а результат долгого и нелегкого труда. Заниматься пчелами начал, помогая отцу с пятилетнего возраста. Теперь имеет свое собственное дело и уже четыре года собирает мед. Когда у человека есть пчелы, он ими занимается. Ну, продал баночку другую, третью, на эти деньги купил себе инвентарь, это его хобби. То есть ему это нравится. Дальше свое дело, когда, собственно, то, чем он занимается, забирает практически все его дело, все его время свободное. При этом он сам активно участвует в работе, да, у него, возможно, есть помощники, наемные рабочие. Но сам он активно участвует в этом деле. Тогда это свое дело. А бизнес – это бизнес. Это немножко другое. Сейчас пасека Николая стоит на нескольких полях с гречихой и кипреем. Около двух сотен семей собирают мед с нескольких десятков гектаров, посевных культур и луговых трав. И за всю свою жизнь они проходят все профессии, все работы. То есть, когда она появляется на свет сразу, она начинает работать уборщицей. Кстати, вот можно запечатлеть процесс рождения пчелки. Чтобы извлечь соты из улья, необходимо иметь под рукой три инструмента. Дымарь, стамеску и специальную щетку. В дымарь – небольшой металлический чайник, закладывают бересту и обломки гнилого дерева. С этим устройством пасечник подходит к улью. Под действием дыма пчелы меньше нападают на человека. О, чуть-чуть повеселее. Сейчас он еще разгонится и будет отлично дымить. Рамки извлекают из деревянного отсека с помощью стамески, а пером смахивают пчел. Затем рамки отправляют в медогонку – машину, работающую по принципу центрифуги. В результате вращения барабана мед стекает в бидоны. После этого продукту дают немного отстояться. Здесь от человека только требуется погрузка и разгрузка. И, соответственно, необходимо слить мед. Мы его сливаем сразу через фильтры, для того, чтобы он получился уже готовый. Через два месяца после откачки мед начинает кристаллизоваться и густеть. Эти признаки говорят о том, что мед натуральный и качественный. Также при выборе следует обращать внимание на вкус и запах. Они должны быть рисковатыми и чуть терпкими. Вот видите, образуется небольшая горка. То есть мед не проваливается в мед, а образуется некая горка при наливании его на поверхность. Это говорит о его зрелости. Это первый момент. Во-вторых, обратите внимание, мед наливается, при этом струйка не прерывается. Она может превратиться почти в ниточку, но при этом она не прерывается. Это тоже, собственно, показатель меда. Если же мед кристаллизуется неравномерно, имеет карамельный аромат и конфетный кондитерский привкус, стоит воздержаться от такой покупки. Мед может быть фальсифицированный. Таинство крещения в православной церкви является очень важным и имеет глубокий смысл. Ответственность, которую берут на себя вторые родители, должна быть осознанной, а подготовка – качественной. Для этого с недавних пор в храмах, например, читают лекции для будущих крестных. Обо всех нюансах, а также подробное руководство для тех, кто планирует стать крестным, знает Оксана Тебенихина. Илья – молодой папа. В июне супруга подарила ему прекрасную дочку Машу. Семья православная, потому было принято решение в сентябре Машу покрестить. Занявшись этим вопросом вплотную, молодая семья выяснила, что для этого будущим крестным просто прийти в церковь недостаточно. Помимо прочих забот, им придется пройти собеседование со священником и получить на руки своего рода сертификат на право стать крестными родителями. Мы решили покрестить дочь и столкнулись с тем, что нужно получать какой-то сейчас сертификат, как говорят, на крестного и крестную. То есть это нужно пройти какое-то в церкви, какое-то собеседование. То есть для меня это было абсолютным открытием, то, что нужно проходить какое-то собеседование, чтобы допустили до крестин. Все это растягивается во времени. Нужно же подгадать и крестную, и крестную, и собеседование. Именно в данном случае существует еще одна загвоздка. Будущие крестные проживают в других городах. И в тех храмах, куда они обращались, чтобы побеседовать с батюшкой, им отказали. Мол, где крестить будете, там и собеседование проходите. Это я, если честно, не понял. То есть у нас вроде все церкви православные, а чем православие одной церкви отличается от православия от другой, непонятные, поэтому это еще больше неудобства. И как бы я не понимаю. За уточнением церковно-бюрократических вопросов мы отправились в Вознесенский храм. Что же это за процедура такая? Именно в это время там проходила беседа с родителями и будущими крестными. Раз в неделю у нас проходят эти беседы. Они являются подготовителями к крещению. И на них мы определяем, так чтобы это было понятно слушателям, в чем заключается смысл и значение таинства крещения. Потому что сегодня многие приходят крестить по инерции. Потому что все крестят. Потому что так надо. Потому что мы живем в России. И это совершенно пустые причины для того, чтобы совершать крещение. Потому что крещение – это очень важное таинство, позволяющее ввести человека в церковную жизнь, для того, чтобы формировать душу для Царства Небесного, сделать человека наследником Царства Небесного. Конечно, это не требует никаких материальных вложений, поскольку наша задача – поделиться с человеком, чтобы он осознанно подходил к таинству крещения. Крестный должен ребенка в храм водить, следить, чтобы родители водили, рассказывать ему все, чтобы тоже ребенок спасся. Огласительные беседы трудно назвать нововведением. Так было заведено еще давно, но с течением истории традиция ушла в тень. Нынешнее поколение привыкло, что крестным может стать любой быстро найденный перед совершением таинства человек. Теперь же искать наставников придется, что называется, днем с огнем. И хотя подготовка к крестинам ограничится лишь беседами, но даже и это, по мнению церкви, должно помочь вторым мамам и папам сполна прочувствовать свою ответственность перед будущим крестником. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте. город62.tv Мы прощаемся с вами до понедельника и счастливых вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова